Ну и наконец мы дошли до той теоремы, о которой я уже не раз упомянул. Самая важная теорема стереометрии. Давайте для начала возьмем какую-нибудь плоскость. Проведем, ну вот допустим, как-то так. Давайте проведем какую-нибудь наклонную к этой плоскости. Допустим, вот здесь, где-то здесь пересеклась. Теперь из этой точки возьму на эту плоскость, опущу перфендикуляр. Ну допустим, вот здесь пересеклась. Теперь вот эти две точки пересечения прямой с плоскостями соединю между собой. Соответственно, вот это у меня будет наклонная, давайте назовем ее, а вот это будет ее проекция. Давайте назовем ее а-штрих. Ну и давайте возьмем еще прямую на плоскости. Пусть это будет прямая B. Формулировка. Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то она перпендикулярна самой наклонной. Дано. Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то есть B перпендикулярна А-штрих, то она перпендикулярна самой наклонной. То есть нужно доказать, что тогда B будет перпендикулярна А. Давайте прежде чем доказывать, внимательно посмотрим на название теоремы. И поймем почему-то, да, чтобы лучше понять какое-то определение, чтобы лучше понять теорему, желательно понять, почему она так называется. Это же не просто так, да. В этом во всем есть смысл. Теорема от трех перпендикуляров. Значит, сейчас у нас должно быть где-то здесь три перпендикуляра. Ну, первые два вылазят сразу, да. Прямая B перпендикулярна А-штрих по условию. Значит, вот здесь вот прямой уголочек. Вот у нас два перпендикуляра. Где же третий? Прямая... Мы должны доказать, что прямая A перпендикулярна B. Пользоваться этим нельзя, да. Это нужно доказать. Ну, и методом исключения понятно, что у нас осталась только вот эта прямая. Что это за прямая? Это наклонная. Это проекция наклонной. Значит, вот эта перпендикулярна к плоскости, да. Но если прямая перпендикулярна к плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. Значит, вот здесь вот будет прямой уголочек. Но эта прямая перпендикулярна не только этой прямой. Она перпендикулярна вообще любой прямой на плоскости, да. И даже прямой B. Вот эта прямая вот с этой не пересекается. Но это перпендикуляр к плоскости. Значит, она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. Неважно, где она нарисована. Она может проходить через основание перпендикулярной. Вот так идти она ей будет перпендикулярна. Она может не проходить как прямая B, да, не пересекаться. Но она все равно будет перпендикулярна этой прямой, потому что она перпендикулярна любой прямой на полосе, просто по определению. И получилось, что вот эта прямая перпендикулярна этой прямой, и эта прямая перпендикулярна еще и этой прямой. А эти две прямые перпендикулярны по условию. И у нас получилось три взаимных перпендикуляра. Раз, два и три. И каждая из этих прямых перпендикулярна двум другим. Да, три взаимных перпендикуляра, поэтому чарем называется чарема трех перпендикулярных плоданий. Раз, два и три. Ну и теперь погнали доказывать чарема. Еще раз, формулировка. Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то она перпендикулярна самой наклонной. Доказательство. И это прямая перпендикуляр к этой плоскости. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. Значит, прямая B перпендикулярна этой прямой. Но прямая B перпендикулярна этой прямой, по условию. И получилось, что прямая B перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости треугольника. А если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. А значит прямая В перпендикулярна наклонной А, что и требовалось доказать. Еще раз. Формулировка. Если прямая на плоскости перпендикулярна проекции наклонной, то она перпендикулярна самой наклонной. Доказательство. Это перпендикуляр к плоскости А если прямая перпендикулярна к плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости То есть прямая В перпендикулярна этой прямой Но прямая В перпендикулярна этой прямой По условиям То есть получилось, что прямая В перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости треугольника А если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости А если прямая перпендикулярна к плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. То есть получилось, что прямая на плоскости B перпендикулярна наклонной A, что и требовалось доказать. Это была прямая теорема о трех перпендикулярах, а есть еще и обратная. Формулировка. Если прямая на плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна ее проекции. То есть мы сейчас доказывали, что если прямая перпендикулярна проекции, она перпендикулярна наклонной. А сейчас будем доказывать наоборот. Если прямая на плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна ее проекции. Но для этого мне нужно вот этот перпендикулярчик убрать Теперь его нет, да? Это нужно будет доказать У нас появился вот такой перпендикулярный Теперь прямая на плоскости и перпендикулярный наклонный Вот здесь будет перпендикулярный Так и так Ну давайте записывать доно Если прямая на плоскости перпендикулярная наклонной доно b перпендикулярно а то она перпендикулярно ее проекции б перпендикулярно а штрих но если вы внимательно посмотрите на дано и доказать до прямой теоремы и обратно вы поймете почему такая теорема называется обратная то есть мы сейчас взяли и давно и доказать прямой теоремы просто взяли поменяли местами что было доказать стало дано что было дано стало доказать ну и получилось обратно теорема мы же доказываем в обратную сторону поэтому она так и называется но я сейчас буду ее доказывать но на самом деле она доказывается один в один так же как это вот один в один прям то есть вы сами сейчас можете даже ее доказать если вы поняли как я доказывал прямой послушайте что я сейчас буду доказывать и вот сравните на это то же самое, один в один. Ну поехали, еще раз формулировка. Если прямая на плоскости перпендикулярна на клоны, то она перпендикулярна ее проекции. Доказательство. Эта прямая перпендикулярна к этой плоскости. А если прямая перпендикулярна к плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. То есть прямая B перпендикулярна этой прямой. Но прямая B перпендикулярна и этой прямой, По условию. И получилось, что прямая B перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости треугольника. А если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. И получилось, что прямая B перпендикулярна проекции наклонной H', что и требовалось доказать. Еще раз. Обратная теорема о трех перпендикулярах. Формулировка. Если прямая на плоскости перпендикулярна наклонной, то она перпендикулярна ее проекте. Доказательство. Вот это перпендикуляр к плоскости. А если прямая перпендикулярна к плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. То есть прямая В перпендикулярна этой прямой. Но прямая В перпендикулярна и этой прямой. По условию. И получилось, что прямая B перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости треугольника. А если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости. А если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой на этой плоскости. И получилось, что прямая B перпендикулярна проекции наклонной H', что и требовалось доказать. Продолжение следует...